На прошлом занятии мы с вами познакомились с УБД, с классификацией баз данных. Одним из основополагающих критериев классификации баз данных является понятие модели данных. Сегодня мы остановимся на понятии модели данных, рассмотрим классификацию модели данных и, в частности, рассмотрим теоретикографовые модели данных. Понятие данных, концепции баз данных – это набор конкретных значений, параметров, характеризующих объект. Например, 5000 – это просто данные. А что такое 5000? Это стоимость какой-то покупки, это число повторений, это количество участников конференции и так далее. Мы не знаем, просто нам конкретные данные. Для того, чтобы данные стали информацией, их необходимо структурировать, то есть осознать их смысловое содержание. Поэтому говорят, что центральным понятием в области баз данных является понятие модели. Не существует точного определения этого термина. У разных авторов эта абстракция определяется с некоторыми различиями, но можно выделить некоторые общие черты. То есть модель данных – это некоторая абстракция, которая, будучи приложима конкретным данным, позволяет пользователям и разработчикам трактовать их уже как информацию, то есть сведения, содержащие не только данные, но и взаимосвязь между ними. На экране вы видите классификацию моделей данных. На прошлом занятии мы с вами также рассмотрели трехуровневую модель базы данных, трехуровневую архитектуру. Мы сказали, что есть физический уровень, концептуальный уровень и уровень внешних моделей. В соответствии с рассмотренной этой архитектурой мы сталкиваемся с понятием моделей данных по отношению к каждому уровню. Наперед забегу, скажу, физические модели – это модели, которые связаны с физическим уровнем архитектуры, датологические – это модели, которые связаны с концептуальным уровнем и внешним уровнем. Но и существует еще один уровень – инфологические модели. Для напоминания, на прошлом занятии рассмотрели физический уровень – это непосредственно база данных, информация. Концептуальный уровень – это СУБД. И внешний уровень – это уровень клиента, либо уровень приложений. Физическая модель данных оперирует категориями, касающимися организации внешней памяти и структур хранения, используемых в данной операционной среде. В настоящий момент в качестве физических моделей используют различные методы размещения данных, основанные на файловых структурах. Это организация файлов прямого и последовательного доступа, индексных файлов, инвертированных файлов, файлов, использующих различные методы хеширования, взаимосвязанных файлов. Кроме того, современные СУБД широко используют страничную организацию данных. Физические модели данных, основанные на страничной организации, являются наиболее перспективными. Наибольший интерес вызывают модели данных, используемые на концептуальном уровне. По отношению к ним, внешние модели называются подсхемами и используют те же абстрактные категории, что и концептуальные модели данных. Кроме трех рассмотренных уровней абстракции, при проектировании баз данных существует еще один уровень, предшествующий им. Модель этого уровня должна выражать информацию о предметной области в виде, независимом от используемой СУБД. Эти модели называются инфологическими или семантическими. Они отражают естественной и удобной для разработчиков и других пользователей форме информационно-логический уровень абстрагирования, связанной с фиксацией и описанием объектов предметной области, их свойств и взаимосвязи. Инфологические модели данных используются на ранних стадиях проектирования для описания структур данных в процессе разработки приложения. А датологические модели уже поддерживаются конкретной СУБД. Про физические модели мы сказали, что они ориентируются либо на страничную организацию данных, либо в качестве файловых структур на файловых структурах. Вот датологические, они делятся на документальные и фактографические. Документальные модели, в свою очередь, делятся на тезарусные, дескрипторные и ориентированные на формат документа. Документальные модели данных соответствуют представлению о слабо структурированной информации, ориентированной в основном на свободные форматы документов, текстов на естественном языке. Модели, основанные на языках разметки документов, связаны прежде всего со стандартным общим языком разметки – CGML. Этот стандарт, этот язык, был утвержден в качестве стандарта еще в 80-х годах прошлого века. Язык предназначен для создания других языков разметки. Он определяет допустимый набор тегов или ссылок, их атрибуты, внутреннюю структуру документа. Контроль за правильностью использования тегов осуществляется при помощи специального набора правил, называемых DTD-описаниями, которые используются в программе клиента при разработке документа. Для каждого класса документов определяется свой набор правил, описывающих грамматику соответствующего языка разметки. С помощью SGML можно описывать структурированные данные, организовывать информацию, содержащуюся в документах, представлять эту информацию в некотором стандартизованном формате. Но ввиду некоторой своей сложности, SGML использовался в основном для описания синтаксиса других языков. Наиболее известным из них является HTML. Немногие приложения работали с SGML документами напрямую. Наиболее простой и удобный язык HTML позволяет определять оформление элементов документа и иметь некий ограниченный набор инструкции, тегов, при помощи которых осуществляется процесс разметки. Инструкция HTML в первую очередь предназначена для управления процессом вывода содержимого документа на экране программы клиента и определяют этим самым способ представления документа, но не его структуру. XML – это язык разметки, описывающий целый класс объектов данных, называемых XML-документами. Он используется в качестве средства для описания грамматики других языков и контроля за правильностью составления документа. То есть сам по себе XML не содержит никаких тегов, предназначенных для разметки. Он просто определяет порядок их создания. Тезарусные модели основаны на принципе организации словарей, содержат определенные языковые конструкции и принципы их взаимодействия с заданной грамматикой. Эти модели эффективно используются в системах переводчиков, особенно многоязыковых переводчиков. Принцип хранения информации в этих системах и подчиняется тезарусным моделям. С тезарусными моделями вы сталкиваетесь, например, при работе в Word. Там у вас есть тезарус. Дескриптные модели. Дескрипторные модели – это самые простые из документальных моделей. Они широко использовались на ранних стадиях использования документальных баз данных. В этих моделях каждому документу соответствовал дескриптор, описатель. Этот дескриптор имел жесткую структуру, описывал документ в соответствии с теми характеристиками, которые требуются для работы с документами, в разрабатываемой документальной базе данных. Например, для базы данных, содержащей описание патентов, дискриптор содержал название области, к которой относился патент, номер патента, дату выдачи патента и еще ряд ключевых параметров, которые заполнялись для каждого патента. Обработка информации в таких базах данных велась исключительно по дескрипторам, то есть по тем параметрам, которые характеризовали патент, а не по самому тексту патента. Только что мы с вами сказали, чуть выше, что датологическим моделям относят документальные и фактографические. Фактографические, в свою очередь, делятся на теоретикографовые и теоретико-множественные. Теоретикографовые на иерархические и сетевые. Теоретикографовые модели данных отражает совокупность объектов реального мира в виде графа взаимосвязанных информационных объектов. В зависимости от типа графа выделяет иерархическую или сетевую модель. Исторически эти модели появились раньше. В настоящий момент они используются реже, чем современные революционные модели данных. Однако до сих пор существуют системы, работающие на основе этих моделей. Сейчас говорят не только про реаляционные, сейчас говорят про постреаляционные модели, про no-esquale модели, которые, в свою очередь, делят на не-esquale модели, либо не совсем-esquale модели. Про объектно-ориентированные базы данных. Кстати, вот эти иерархические модели, они являются продолжением или частью разрабатываемой концепции объектно-ориентированных баз данных. Иерархическая модель данных является наиболее простой среди всех датологических моделей. Появление иерархической модели связано с тем, что в реальном мире очень многие связи соответствуют иерархии, когда объект, один объект, выступает как родитель с тем, а с ним может быть связано множество подчиненных объектов. Иерархия проста и естественна в отображении взаимосвязей между классами объектов. Примеров иерархии вы знаете множество, примеров, деревьев. Примеров, тот же ВУЗ. Если ВУЗ мы рассматриваем как родительский, то далее могут быть такие единицы, как факультеты, факультеты на специальности, у специальности группы и так далее. Или же по этой же предметной области можно поделить другую структуру, выделить другое дерево. ВУЗ, департаменты, департаменты, например, учебные, факультеты, факультеты обратно такие на курсы, курсы на специальности, то есть вариантов может быть много. Основными информационными единицами в иерархической модели является база данных, сегмент, поле. Поле данных определяется как минимальная неделимая единица данных, доступная пользователю с помощью СУБД. Например, если в задачах требуется печатать в документе адрес клиента, но не требуется дополнительного анализа полного адреса, то есть не требует указывать город, улицу, дом, квартиру в отдельности, то всю информацию об адресе можно хранить в одном поле. Если же в задачах существует анализ частиц составляющих адрес, например, город, где расположен клиент, то необходимо выделить город как отдельный элемент данных. Только в этом случае пользователь может получить доступ к этому полю и выполнить, например, запрос на поиск всех клиентов, которые проживают в Кибер. Если пользователю понадобится полный адрес клиента, то остальную информацию по адресу также необходимо хранить в отдельном поле. То есть содержание поля будет определять программист, и это будет зависеть от рассматриваемой задачи. Сегмент. В терминологии Американской Ассоциации по базам данных называется записью. При этом в рамках иерархической модели определяются два понятия тип сегмента, или тип записи, и экземпляр сегмента, или экземпляр записи. Тип сегмента – это поименованная совокупность типов элементов данных, него входящих. Экземпляр сегмента образуется из конкретных значений полей или элементов данных, не уходящих. Каждый тип сегмента в рамках иерархической модели образует некоторый набор однородных записей. Для возможности различия отдельных записей в данном наборе, каждый тип сегмента должен иметь ключ или набор ключевых атрибутов, полей и элементов данных. Ключом называется набор элементов данных, однозначно идентифицирующих экземпляр сегмента. Например, рассматривая тип сегмента, описывающий студента вуза, мы должны выделить те характеристики студента, которые могут его однозначно идентифицировать в рамках базы данных вуза. Если предположить, что в вузе могут учиться однофамильцы, то, вероятно, наиболее надежным будет идентифицировать студента по его номеру. Ну, раньше был зачетный, номер зачетки, сейчас ID номер. Однако, если строить базу данных всех студентов в Казахстане, то, скорее всего, придется в качестве ключа выбирать совокупность полей, отображающих, например, паспортные данные. В иерархической модели сегменты объединяются в ориентированный древовидный граф. При этом полагают, что направленные ребра графа отражают иерархические связи между сегментами. Каждому экземпляру сегмента, стоящему выше по иерархии и соединенному с данным типом сегмента, соответствует несколько, вернее, множество экземпляров подчиненного типа сегмента. Тип сегмента, находящийся на более высоком уровне иерархии, например, здесь сегмент типа А, называется логически исходным по отношению к типам сегментов, в данном случае к сегментам типа Б и сегменту типа С, соединенным с данными направленными иерархическими ребрами, которые, в свою очередь, называются логически подчиненными по отношению к этому типу сегмента. Иногда исходные сегменты называют сегментами-предками, а подчиненные сегменты сегментами-потопами. На концептуальном уровне определяется понятие схемы базы данных в терминологии иерархической модели. Схема иерархической базы данных представляет собой совокупность отдельных деревьев. Каждое дерево в рамках модели называется физической базой данных. Каждая физическая база данных удовлетворяет следующим иерархическим ограничениям. Первое. В каждой физической базе данных существует один корневой сегмент, то есть сегмент, у которого нет логически исходного или родительского типа сегмента. Каждый логически исходный сегмент может быть связан с произвольным числом логически подчиненных сегментов. Ну и третье. Каждый логически подчиненный сегмент может быть связан только с одним логически исходным сегментом. То есть, если говорить простыми словами, у вас должен быть один родительский сегмент, он только один, как корневой. У каждого корневого или у каждого родительского может быть несколько дочерних сегментов потомков. У каждого потомка может быть только один родительский сегмент. Различие между сегментом и типом сегмента такое же, как между типом переменной и самой переменной. Сегмент является экземпляром типа сегмента. Между экземплярами сегментов существуют иерархические связи. Каждый тип сегмента может иметь множество соответствующих ему экземпляров. Например, на рисунке представлены два экземпляра иерархического дерева соответствующей структуры дерево А1 и дерево А2. Экземпляры потомки одного типа связанные с одним экземпляром сегмента называют близнецами. Например, у нас близнецы В1, В2, В3. Могут близнецы В1, В2 именно для вот этого предка. В4, В5 для предка А2. Ну и так далее. Набор всех экземпляров сегментов подчиненных одному экземпляру корневого сегмента называется физической записью. Количество экземпляров потомков может быть разным для разных экземпляров родительских сегментов. Поэтому в общем случае физические записи имеют разную длину. Используя принцип линейной записи иерархических графов, пример на рисунке можно представить в виде двух записи. Например, запись первая это А1 В1 В2 В3 С1 В1 В2 И1 Эта запись короче нежели вторая запись А2 В4 В5 С2 С3 В3 В4 Е2 Е3 Е4 То есть например если это запись А1 например это МКМ А2 это информатика то МКМ может быть курс не курс одинаковый должно быть МКМ 1 русское отделение МКМ 2 казахское отделение МКМ 3 казахское отделение Вот эти данные должны быть одинаковые Вот эти уже будут различаться Еще раз Физические модели Вернические записи Вернической модели различаются по длине и по структуре Сетевая модель Стандарт этой модели впервые был определен в 1975 году которая определила базовые организации Кодасу и эта организация определила базовые понятия модели формальный язык описания этой модели базовыми понятиями или базовыми объектами являются элемент данных агрегат данных запись набор данных Элемент данных тоже что и вернической модели то есть минимальная информационная единица доступная пользователю с использованием СУБД Агрегат данных соответствует следующему уровню обобщения в модели В модели определены агрегаты двух типов агрегат типа вектор и агрегат типа повторяющаяся группа Агрегат имеет имя в системе допустимо обращение к агрегату по имени Например Агрегат типа и вектор соответствуют линейному набору элементов данных Пример агрегата Агрегат Агрегат может быть представлен следующим образом Город Улица Дом Квартира Агрегат типов повторяющаяся группа соответствует совокупности векторов данных Например Агрегат зарплата соответствует типу повторяющаяся группа с числом повторений 12 Зарплата месяц и сумма Записью называется совокупность агрегатов или элементов данных моделирующая некоторый класс объектов реального мира понятия Записи соответствует понятию сегмент вероархической модели Для записи так же как и для сегмента вводится понятие типа записи и экземпляра записи Следующим базовым понятием является понятие набора Набором называется двухуровневый граф связывающий отношением один ко многим два типа записи Набор фактически отражает иерархическую связь между двумя типами записи Родительский тип записи в данном наборе называется владельцем набора дочерний тип записи членом того же набора Для любых двух типов записи может быть создано любое количество наборов которые их связывают Фактически наличие подобных возможностей позволяет промоделировать отношение многие ко многим между двумя объектами реального мира что выгодно отличает сетевую модель от иерархической В рамках набора возможен последовательный просмотр экземпляров членов набора связанных с одним экземпляром владельца набора Между двумя типами записи может быть определено любое количество наборов например можно построить два взаимосвязанных набора существенным ограничением набора является то что один и тот же тип записи не может быть одновременно владельцем и членом набора таблицем в качестве примера рассмотрим таблицу на основе которой организуем два набора и определим связь между ними набор первый это ведет занятие и набор второй занимается О экземпляров набора ведет занятие будет три так как у нас три преподавателя экземпляров набора занимается О будет четыре у нас четыре группы среди всех наборов выделяют специальный тип набора называемый сингулярным набором сингулярный набор вернее сингулярным владельцем сингулярного набора формально определена вся система сингулярный набор изображается в виде входящей стрелки которая имеет собственно имя набора и имя члена набора но у которой не определен тип записи владелец набора на экране у вас пример сингулярного набора это сингулярный набор М сингулярные наборы позволяют обеспечить доступ к экземплярам отдельных типов данных поэтому если в задаче алгоритм обработки информации предполагает обеспечение произвольного доступа к некоторому типу записи то для поддержки этой возможности необходимо ввести соответствующий сингулярный набор в общем случае сетевая база данных представляет совокупность взаимосвязанных наборов которые образуют на концептуальном уровне некоторый модель некоторых граф итак сегодня мы с вами рассмотрели понятие модели данных сказали что у трехуровневой архитектуры базы данных физический уровень концептуальный уровень уровень внешних моделей соответствует своя модель данных при этом физический уровень это модели данных основанные на файловых структурах и на страничной сегментации на концептуальном уровне вернее концептуальному уровню соответствуют модели теоретика графовой теоретика множественных а теоретика множественных мы поговорим на следующем занятии и над всем этим существует еще один уровень это инфологические модели данных то есть модели данных которые никак не связаны с УБД продолжение темы а конкретно теоретика множественных как я сказала мы рассмотрим на следующем занятии сегменты сегменты Продолжение следует...